Здравствуйте! Сегодня хочу поговорить с вами о преждевременном снижении функций яичников. На сегодняшний день эта тема достаточно актуальна, так как все больше женщин обращаются с данной проблемой. Давайте разбираться, что это такое и чем это может грозить. Итак, синдром истощения яичников – это состояние, при котором у женщины до 40 лет, имеющиеся в прошлом нормальную менструацию и репродуктивную функцию, прекращаются менструации и появляются симптомы снижения количества женских гормонов – эстрогенов. Данное состояние характеризуется снижением количества фолликулов в яичнике, в результате чего у женщины перестает происходить овуляция и, как следствие, снижается выработка женских половых гормонов. Почему же это происходит? Точно вам никто не скажет. Можно лишь выявить факторы, которые могут провоцировать развитие данного состояния. К ним относятся недостаточное количество фолликулов, заложенных в яичниках при рождении, хромосомные нарушения, синдром Тернера или мозаичный синдром Тернера, синдром ломкой X-хромосомы, повреждение ткани яичников, например, вследствие перенесенных операций, химию или лучевой терапии, аутоиммунных нарушений, дисфункции щитовидной и паращитовидных желез надпочечника. Как же проявляется данное состояние? Основным признаком преждевременной недостаточности яичников является отсутствие менструации, аминорея или нарушение менструального цикла. Чаще всего в начале происходит укорочение интервала между менструациями от первого дня одной до первого дня второй менструации, и интервал может составлять 21-25 дней. А затем цикл начинает выпадать, и промежуток удлиняется. Это может соответствовать периоду, когда один яичник может уже пропускать овуляции вследствие критично низкого запаса яйцеклеток. Такая ситуация является основным поводом для консультации с врачом. А также могут возникать следующие симптомы. Например, сложность достижения беременности. Вследствие дефицита эстрогена возникают такие симптомы, как приливы жара, потливость, бессонница, перепады настроения, сухо-слизистое влагалище, отсутствие либо снижение полового влечения, нарушение обменных процессов, склонность к набору веса при одинаковом питании, появление преждевременных признаков старения кожи. В долгосрочной перспективе дефицит эстрогена может иметь ряд последствий для здоровья женщины. На уровне костей в основном это риск развития остеопороза по причине вымывания кальция из кости и сердечно-сосудистые нарушения, а именно повышение уровня холестерина в крови, повышение артериального давления. Как видите, симптомов достаточно много, и это состояние требует внимания. Поэтому, если вы заметили у себя первые признаки снижения функции яичников, то в ближайшее время рекомендую показаться врачу-гинекологу для дальнейшей диагностики и назначения лечения. Что включает в себя диагностику данного состояния? Первое, что вам понадобится сделать, это пройти ультразвуковое обследование органов малого таза. Это необходимо для того, чтобы врач оценил состояние матки и яичников. Далее необходимо будет сдать анализ крови на ЛГ, ФСГ, эстрадиол и антимюллеров гормон. Данное обследование покажет, как работают ваши яичники и какой авариальный резерв у вас на данный момент. Также при необходимости может понадобиться генетическое и эндокринное дообследование. Может ли наступить беременность при преждевременной недостаточности яичников? У 5-10% женщин с диагнозом преждевременной недостаточности яичников может произойти спонтанное и временное восстановление функций яичников с возможностью спонтанной беременности. Тем не менее, нет никакого способа подтвердить, произойдет ли это и когда. По этой причине обычно необходимо лечение с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Некоторые молодые женщины с преждевременной недостаточностью яичников могут забеременеть путем экстракорпорального оплодотворения собственными яйцеклетками, даже если количество полученных яйцеклеток невелико. Однако, если нарушение функций яичников полное, процедуры стимуляции неэффективны, может быть рекомендовано лечение донорскими ацитами в качестве альтернативного метода достижения беременности. Теперь поговорим с вами о лечении преждевременного истощения яичника. На сегодняшний день, к сожалению, не существует препаратов или методов лечения, которые могли бы увеличить или восстановить авариальный резерв женщины. Это связано с тем, что данный показатель дается каждой женщине с рождения, и с течением времени он может только уменьшаться. Метод лечения зависит от индивидуальной потребности женщины, от ее возраста и репродуктивных планов. Если женщина хочет иметь ребеночка, то в незамедлительном порядке необходима консультация репродуктолога. Если у вас не стоит вопрос беременности, то нам необходимо думать об отдаленных последствиях, которые могут возникать вследствие дефицита эстрогена, а именно риск развития остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому в этом случае нам необходимо восполнять дефицит эстрогена. Для этого женщине назначается заместительная гормональная терапия, подбором которой занимается только врач-киниколог. Основными целями лечения данного состояния является улучшение качества жизни пациента, профилактика потенциальных осложнений вследствие дефицита эстрогена, реализация репродуктивных планов. Некоторые женщины задаются вопросом, можно ли предотвратить преждевременную недостаточность яичников. Для этого я бы рекомендовала каждой молодой девушке в возрасте около 25 лет проверить свой овариальный резерв, для того чтобы понимать, какой индивидуально именно ваш стратегический запас яйцеклеток. Для этого необходимо пройти ультразвуковое исследование органов малого таза с оценкой количества фолликулов и объема яичников, сделать анализ на антимюллеров гормон и ФСГ на 2-4 день менструального цикла. Затем врач может дать объективную оценку индивидуально вашего овариального резерва. Если выясняется, что запас яйцеклеток преждевременно снижен, даются рекомендации по планированию беременности. Если по определенным причинам у женщины нет возможности планировать беременность в ближайшее время, проводится витрификация, то есть сохранение аоцитов в молодом возрасте с целью их последующего оплодотворения в будущем. Самый распространенный миф на сегодняшний день связан с тем, что пытаются сохранить запас яйцеклеток при помощи гормональной контрацепции, якобы по причине отсутствия овуляции при их использовании. К сожалению, это не так. При использовании комбинированных оральных контрацептивов действительно не происходит овуляция, но продолжается ежемесячный расход яйцеклеток с последующей их отрезеей, то есть гибелью. Поэтому, милые девушки, думайте о своих репродуктивных планах заранее, пройдите консультацию доктора и убедитесь, что с вашим овариальным резервом все в порядке. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезна. Спасибо за ваше внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok